В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Жители активно принимают участие в благоустройстве Видновского лесопарка. Интересует очень благоустройство нашего леса, потому что он в ужасном состоянии. Проект школы аниматоров стартовал в Ленинском городском округе. Здесь очень круто, я здесь себя ощущаю прям как дома. Здесь мне уютно, здесь мне классно. Учащиеся Лопатинской средней школы отметили день рождения своего любимого учебного заведения. Я желаю, чтобы наша школа процветала и с каждым годом она становилась все лучше и чтобы больше детей радовались, когда приходили в нашу школу. В историко-культурном центре прошли вторые слушания по проектированию Видновского лесопарка, на которых обсудили предложения по благоустройству этой территории от местных жителей и общественных организаций. Неравнодушные видновчане активно принимают участие в создании концепции по благоустройству лесопарковой зоны, расположенной вдоль шестого микрорайона. В феврале проведены первые слушания по проектированию этой территории. Местный житель Денис Афанасьев был участником этой встречи. Интересует очень благоустройство нашего леса, потому что он в ужасном состоянии и требует рук и немалых усилий. В историко-культурном центре члены комиссии по благоустройству лесопарка обсудили с жителями несколько предложений по проектированию этой зоны. Универсальная спортивная площадка, пункт проката, также роль велосипеда, детские игровые площадки, зона для пикника и бирбекю и веревочный парк. Это было от Союз женщин России такое предложение. Также жители предложили при обустройстве парка учесть потребности людей с ограниченными физическими возможностями и предусмотреть площадки и трассы для занятий различными видами спорта. Я считаю, что трасса лыжная необходима в шестом микрорайоне, ограничена с двумя школами. Две школы, детский сад. Просто физически родители с детьми не смогут копать на металлур, потому что пробки, вы сами знаете, какие города. Волнует наших жителей именно то, что они не хотели бы, чтобы это была какая-то коммерческая составляющая лесопарка. Они хотели, чтобы это была тихая прогулочная зона, чтобы это были велодорожки для транспорта, для самокатов, для велосипедов, чтобы можно было отдохнуть. Может быть, где-то в какой-то части сделали бы детскую площадку. Этот вопрос, я не первый срок являюсь депутатом, и вопрос долгоустройства этой лесной территории я поднимал во всех своих избирательных программах и получал, соответственно, такие же наказы от избирателей. Ну, слава богу, в этом году, в прошлом году вопрос двинулся с мертвой точки. Я надеюсь, что те предложения, которые сегодня жители микрорайона предлагают по обустройству этой лесопарковой зоны, они все-таки будут утверждены. Союз активистов Ленинского городского округа сделал акцент на зонирование лесопарка. И главное, о чем просили жители, это минимальное вмешательство в природу. Все пожелания и вопросы, поступившие в ходе обсуждения, были учтены и взяты для дальнейшего рассмотрения комиссии по благоустройству. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Новое не всегда значит качественное. В этом смогли убедиться жители дома номер 9 по советскому проезду. Всего два года назад им поставили новую входную дверь в подъезд, а теперь меняют снова по просьбе самих собственников и при содействии местного депутата. С подробностями Екатерина Борисова. Эта история началась два года назад, когда в ходе капитального ремонта фасада дома номер 9 по советскому проезду заменили старенькую, но вполне себе еще пригодную железную дверь на новую. Правда, она оказалась еще хуже предыдущей. Она настолько тонкая, что нам просто кто-то ее потянул, и она выгнулась вот в такой вариант. Ну, приходили, они починят, поменяют доводчик, проходит два дня, история та же. В результате жильцы провели общее собрание собственников, в ходе которого проголосовали за замену неисправной двери на новую. А также обратились к депутату Павлу Русакову с просьбой оказать содействие в скорейшем решении вопроса. Демонтажом и установкой занялась управляющая компания. Кстати, как оказалось, случай далеко не единичный. Мы дверь эту демонтируем, она будет у нас храниться, и надеюсь, что там в рамках претензионной работы мы эту ситуацию регулируем. Много уже мы поменяли, какие-то там адреса сами представители фонда заменили двери. Но, к сожалению, вопрос этот открыт до сих пор. Они просто не выдерживают той нагрузки, на которую должны быть рассчитаны. То есть двери ломаются, двери загибаются, домофоны не держат. Хотелось бы централизованно как-то выйти на разговор с фондом, потому что претензионная работа велась и управляющая компания, и я направлял обращение. И как-то вот в разумительных ответах и принятых мер мы не увидели. Новая дверь даже визуально качественнее и прочнее, к тому же антивандальная. Это предыдущая дверь, вот можно посмотреть. Вот она поломалась прямо здесь вот. Проконтролировать ход работ приехали представители территориального отдела «Центральные». Пользуясь случаем, жители попросили также заменить покрытие на детской площадке, которое вздулось после зимы, и установить там освещение. Все озвученные вопросы были взяты на карандаш. Но помимо новой качественной двери, у дома появилась еще и камера системы видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. 13 апреля в России отмечают день рождения троллейбуса. 120 лет назад чудо-транспорт впервые показали жителям северной столицы. С тех пор рогатые участники дорожного движения стали важной частью городского трафика. Жизнь современного видновчанина трудно представить без троллейбуса. Ежедневно четыре маршрута этого рогатого транспорта развозят жителей по разным точкам города и на заветную электричку в Москву. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения троллейбуса в России. Из них 22 года посвящены истории Видновского троллейбусного парка. Давайте узнаем, чем живет рогатый транспорт сегодня. Андрей Гущин за рулем троллейбуса 38 лет. Сначала водил транспорт по московским дорогам, а после пришел в Видновский парк. Уже 21 год он курсирует по местным улицам. Знает не только родной, третий маршрут, но и остальные троллейбусные пути. Свой богатый опыт он в качестве инструктора передает новым водителям. Я почти всю жизнь за рулем троллейбуса. Одни и те же пассажиры, они со мной здороваются. Уже просто вот... и даже меня узнают в магазинах в городе, на улицах. Маршруты города Видное для Андрея Гущина стали родными. Ехать может хоть с закрытыми глазами. Пассажиры тоже знают водителя и здороваются на улице. Впрочем, работа не обходится без трудностей. Активный городской трафик накладывает свой отпечаток. Очень часто не пропускают общественный транспорт. Ну, приходится вот следить. А вы заранее можете предугадать ситуацию аварийной? Ну, есть такие предпосылки, что я могу заранее предугадать, потому что стаж большой очень. Зачем водители передвигают рога? Этим вопросом, наверное, не раз задавались люди, наблюдавшие за оперативной починкой транспорта. Причин для схода штанги, а именно так называют рога троллейбуса, может быть несколько. Чаще всего потому, что износился механизм стрелок, направляющих движение. Казус до приезда электриков приходится исправлять вручную. И ставить штанги, общим весом 28 килограммов, на место. Воздушная расходная стрелка. В зависимости от того, куда какой маршрут троллейбуса едет, чтобы водитель не выходил, сам переставлял штанги. Эта стрелка автоматическая. Кому надо налево, кому направо. Водитель из кабины педалью регулирует, куда ему надо ехать. Транспорт для руководителя – это целая жизнь. Вся семья занята в сфере перевозок, карьера связана с управлением на транспорте. Ольга Геннадьевна возглавляет Видновский троллейбусный парк уже 12 лет. Действуют четыре маршрута. Все эти маршруты внутригородские. Они пользуются большим спросом у жителей, потому что город насыщенный транспортом. Проехать на своем транспорте гораздо сложнее, чем на общественном. И основная проблема у людей в городе – это где припарковаться. Потому что большая часть людей работает в Москве. Что касается развития парка, на сегодняшний момент развивать его можно, только если сделать новую контактную сеть. Это очень дорого. Это связано с определенным выделением земель под расположение опор. И, в общем-то, очень накладно, скажем так. В настоящее время Видновский троллейбус представляет 21 машина. Каждая проходит техосмотр в срок, ездит четко и по расписанию. Хочется надеяться, что в будущем получится развить сеть и пустить рогатых курьеров в отдаленные пункты Ленинского городского округа. Юлия Герасимова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Проект «Школа аниматоров» стартовал в Ленинском городском округе. 22 подростка решили попробовать себя в качестве вожатых, педагогов и артистов. С юными талантами встретилась Олеся Попова. Как проводить игры для малышей и школьников и как организовать незабываемый праздник? Всему этому участники «Школы аниматоров» будут учиться в течение двух месяцев. Наставники проекта – опытные ведущие и координаторы детских ивентов. Самая главная задача у аниматора – это правильно и хорошо проводить игры во время программы, потому что они помогают делать детей счастливыми. Чтобы вне зависимости от того, кто у нас присутствует, какой возраст детей, настроены ли они сегодня на программу, не настроены, хотят веселиться, не хотят, вне зависимости от внешних факторов, они могли проводить игры и дети могли быть счастливыми. Также ребята учатся общаться с особенными детьми, держаться уверенно на публике и работать с микрофоном. Все эти навыки они смогут использовать на практике уже летом. Продолжение «Школы аниматоров» – проект «Наш двор». Это связанный между собой проект, и даже можно сказать, что это один проект – «Наш двор» и его ответвление «Школа аниматоров». «Наш двор» мы проводим на протяжении шести лет, с него началась и моя деятельность, и реорганизация праздников. Суть проекта в том, что летом мы проводим дворовые программы во дворах, во двор приходят аниматоры в костюмах, которые профессионально проводят программы, то есть не просто друг на час, с баннером, с мыльным шоу. И задача объединить новых детей, потому что у нас достаточно сильная застройка новых районов. «Школа аниматоров» и «Наш двор» – общая идея администрации Ленинского округа и ивент-агентства «Малина». Организаторы рассказывают, это не просто развлечение, а полноценная работа для подростков. За каждый праздник во дворе ребята будут получать зарплату. Например, для Матвея проект станет отличным началом карьеры. Старшеклассник планирует стать ведущим мероприятий. Я думал, что все будет как-то очень так намешано, но на деле это очень четко отлаженный механизм. Здесь очень круто, я здесь себя ощущаю прям как дома. Здесь мне уютно, здесь мне классно и все люди здесь приятные. Многие участники проекта хотят стать педагогами, а кто-то, как Эля, еще ищет себя и просто решил попробовать новое дело. Меня завлекло, потому что я давно хотела открыть себя в творческой деле. Здесь очень нравится, здесь очень хороший коллектив, мне здесь очень комфортно. Вообще, я думала, что мне здесь будет неловко, но мне здесь очень комфортно, я открылась быстро. Ребята рассказывают, здесь они учатся с удовольствием. Наставники общаются с ними на одном языке, а занятия проходят в игровой форме. Даже если в будущем участники проекта не станут вожатыми, педагогами и ведущими, с ними останутся отличный опыт и приятные воспоминания. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В очередной раз высокий профессионализм сотрудников муниципального центра культуры поселка Совхоза имени Ленина получил свое подтверждение. Коллектив учреждения пригласили принять участие в съемках легендарной программы «Играй гармонь, любимая». Подробности узнал наш корреспондент Максим Козлов. Одно из самых живописных мест Москвы, парк «Зарядье» на один день превратился в съемочную площадку программы «Играй гармонь, любимая». Десятки коллективов со всей России принимали участие в проекте. Среди них сотрудники муниципального центра культуры поселка Совхоза имени Ленина. Мы приехали с песней про «Играй гармонь» и в том числе про гармонь Заволокина. Очень она понравилась, эта песня, комиссия, которая нас прослушивала в съемочной группе. И сегодня мы будем ее петь. Программа выпускается под эгидой российского центра имени Заволокина «Играй гармонь». Атмосфера на площадке царела творческая, а потому зрителей специально не приглашали. Ими стали посетители парка «Зарядье». Съемочный процесс растянулся на весь день и закончился около 10 часов вечера. Но нашим артистам к такому не привыкать. Прошлой осенью они уже принимали участие в съемках передачи «Играй гармонь, любимая» в Шатурском районе. Это обстановка, которая здесь царит. Это веселье, позитив. Люди играют, поют, танцуют. Это очень интересно. Это, так сказать, подзадаривает. И я рад, что попал сюда вновь. Помимо съемок в передаче, сотрудники Центра культуры поселка совхоза имени Ленина приняли участие в концерте, который прошел в Кремлевском дворце. Там от имени российского центра имени Заволокина «Играй гармонь» им были вручены памятные подарки за активное участие в проекте. Максим Козлов, Денис Гавриков, Ольга Садовская. Видное ТВ. Учащиеся Лопатинской средней школы в необычном формате отметили третий день рождения своего любимого учебного заведения. Ярким и памятным подарком для детей, родителей и учителей стала масштабная благотворительная ярмарка «Покупки добра». На праздники побывала наш корреспондент Галина Житкова. Широкое ярмарочное пространство с трудом вместило всех желающих поучаствовать в школьном благотворительном марафоне. Продавцы подготовили для покупателей разнообразный ассортимент вкусной продукции. Домашние пряники, сочники, ковришки, кексы и баранки – предел мечтаний многих сладкоежек. У нас был вафельный торт и шарлотка, потом были печенье и оладушки. Еще у нас стоял морс вместе с компотом домашним. Купатели очень хорошо реагировали, всем понравилось. В Лопатинской средней школе учатся около двух тысяч ребят. Представители практически от каждого класса, учителя и приглашенные родители стали активными участниками шумной и веселой ярмарки. Специально для ярмарки выпущена валюта «Добрый червонец». Ребята ее в обменном пункте обменивали и потом на эти «Добрые червонец» покупали ту продукцию, которую предлагали на ярмарке участники. На «Добрый червонец» можно было приобрести товар на ярмарке, а «Добрый рубль» можно было заработать на игровых аттракционах и обменять их уже на сладости. Благотворительную ярмарку задумали как добрый подарок для любимой школы в день рождения. Организаторам праздника, совету обучающихся, удалось сделать практически нереальное и предложить всем гостям и участникам развлечения по интересам. Давай, иди! Умные, смелые, ловкие и умелые учащиеся школы наглядно продемонстрировали свои спортивные достижения. Помимо традиционного ярмарочного перетягивания каната, ребятам предложили загадочные аттракционы, в которых требовались особые умения. Мы, получается, участникам закрываем глаза и они должны на ощупь понять, что за предмет. Отгадали, получают жетончик и на этот жетончик они получают взамен конфету. Самыми активными участниками спортивных эстафет стали девочки из младших классов, которые смогли заработать сразу по 7-8 единиц ярмарочной валюты. Но без сладких подарков все же не остался ни один гость праздника. У ярмарка была рассчитана на то, чтобы собрать деньги на помощь детям в трудных ситуациях, а спортивные игры провести для того, чтобы дети веселились. К тому же мы можем вон там получить сладкие подарочки. Я желаю, чтобы наша школа процветала и с каждым годом она становилась все лучше, и чтобы больше детей радовались, когда приходили в нашу школу. Добрые сердца учащихся даже в праздник распахнуты для помощи и участия. В ходе ярмарки ребята собрали еще и школьные принадлежности для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!